Добро пожаловать на мой канал! Спасибо и приятного просмотра! Хотел услышать твое мнение об Арестовиче как человеке и потенциально политической фигуре. Смотри, я когда только-только наткнулся на Арестовича, он произвел положительное впечатление изначально. Губами. Значит, положительное впечатление продлилось где-то пару недель, ну может месяц. А сейчас у меня мнение об Арестовиче мягко говоря... Ну, к слову, маргинал не может губами, потому что губ нету. Это отрицательно. То есть устойчиво отрицательное мнение об Арестовиче, так скажем. У меня нет мнения про Арестовича, то есть для меня Арестович это просто какой-то пиздобол абсолютный, который чешет какую-то рандомную херню. По сути, тем же самым занимается, например, Шихман, не Шихман, как ее, вот это вот, не еврейка-еврейка, Шульман, да, Шульман, Шульман точно. Вот, занимается, потому что это просто какие-то рандомные слова, которые во что-то складываются, а смысла никакого нету. Вот Арестович примерно, да, Шульман. Вот, Арестович Применко тем же самым занимается, и это, понятное дело, его роль в этой сей задумке, это просто быть успокоителем, таким заговорщиком, каким-то таким тихим голосом. Ты думаешь, ты громче говоришь, тихим голосом говоришь, что все будет хорошо, успокаивать народ, заговаривать. Ну, опять же, просто поставка какого-то копиума, для того, чтобы люди себя чувствовали нормально, что вот-вот и победа, уже завтра. Все прогнозы, вся аналитика, ну, она просто куром насмерть. То есть, изначально, изначально, мне показалось, что... Ракета осталась на 2-3 месяца, да, еще потерпим, и все будет хорошо, еще чуть-чуть, еще немножко. Да нет, он же теперь стал спикером умеренно пророссийских украинцев, по сути, переобулся. Ну, я за ним не слежу, я так понимаю, что его сняли с арены, то есть, господин Зеленский защищает арену, чтобы остаться единственным возможным президентом. Ну, понятно, его элиты защищают арену, чтобы он остался единственным возможным президентом, и всех, кто более-менее говорил, была популярность, их убирают. Момино, здравствуйте, приветствую вас. Вот, и в том числе же там вот был еще вот этот какой-то тоже чудной, забавный такой азиатской внешности человек, я забыл, Ким его звали или как-то так. Он же тоже сейчас... Раньше была куча видосиков с ним, всяких там мемов, а и нету. Ну вот, как бы чувак там какую-то пасту про НАТО выложил прикольную, предсказал, что будет война, нихуя он, блядь, губами он, нахуй, предсказал на самом деле. Ну ладно, это все форсилось, там советник Зеленского к тому же, блядь, так у него еще вот эта история с тем, что он в платье скакал там когда-то давно в каком-то скетч-шоу, и он еще и это не прячет нихуя, как бы футболки с этим продает и так далее. Такой, блядь, это как бы и самоирония, и хуёня. А потом... А что он должен с этим делать-то уже? Потом, я посмотрел его, блядь, так называемые философские лекции. Это просто реснисмен маргиналов, у него нет губ, и поэтому как бы он про это говорит, понимаете? Ну, надо понять человека. Платные, кстати, из его школы Апейрон. Ну, то есть, они платные для посещения, да, на ютубе они бесплатные, конечно же. И как бы... Мне начало становиться... Ну, губер-маргинал, ну, главное, чтобы не... Гумберт-гумберт. Понятно, что это человек по типу... Ну, если не Кашпировского, то Кургиняна по меньшей степени. То есть, может быть, он... Ну, просто обычный инфобизнесмен, в общем-то. Инфобизнесмен, который... Как продюсер Иванов. Гумберт. Маргинал, это уже свет. По сути, как Иванов, инфобизнесмен, продает какой-то воздух за деньги. Ну, для многих работает такое плацебо. Типа, я вот заплатил за какие-то знания, и они как бы сработали. Многим людям, кстати, заходят. Значит, вот... Как можно заработать деньги пятишем? Ужасно, сказал стример. Не заряжает через телевизор, как Алан Чумак. Но то, что у него какая-то кринжовая, блядь, секта долбоебов... Ну, к слову, в общем-то, да. И каждый стример создает какую-то секту, не обязательно долбоебов, вот. Которые вокруг него объединяются. И, наверное, людям в целом важно объединяться в какой-то группы со схожими интересами, формировать этот качан-пузырь, и в нем вариться. То есть, то же самое можно сказать и про Маргинала и его зрителей. И что сам он просто инфортированный какой-то пылесос. Это факт. То есть, Апейрон — это вот такая же суть времени абсолютно. У нас секта не долбоебов. Да, это правда. Только здесь. Только вокруг Силентиума собираются не долбоебы. То есть, сразу же, кто... Если что-то говорит плохо про Силентиума, не иронично, то сразу долбоеб. Далее... У нас масонская лжа, да. Видите, там вот четыре человека. Просто мега-масонов, которые всем заправляют. Я посмотрел два интервью с Быковым у него, где они оба сосали хуй Советскому Союзу. Просто, блядь, по полтора часа. Там, кстати, я видел какой-то отрывок, где Быков оправдывает коррупцию. Он говорит, ну, на Украине воруют, да. Но это же понимаете, он говорит, это Арестовичу. Вы же понимаете, что это... Вы же согласны, что это часть вашего самосознания. Вы воруете, но воруете типа оригинально. Оригинально. Это... Это... Они не могут... Европейский Союз не может вас за это упрекать, потому что это и есть вы. Далее он несколько раз пизданул, блядь, что Украина попадает ПВОшными ракетами по собственным домам, блядь. Ну, это же буквально так. И еще куда там они? В Польшу попадают? С этим я тоже его маму ебал. Как можно? Ну, как бы на данный момент это какой-то, значит... Что-то он какой-то, типа, некачественный копиум поставляет. Я люблю копиум позабористей. Что там, типа, уже украинские войска под Москвой. Вот что-то такое, да? Вот это такое, говорю, тогда было бы нормально. Весь мир Кремль, а люди в нем агенты. Наши ракеты, кстати, тоже... Ну, это, я думаю, нормальная вещь. Кринжовый хуесос. Очень отрицательно к нему отношусь. Не знаю даже, с чем сравнить. Политического будущего в Украине у него нет. У кого сейчас есть вообще... Есть ли вообще на Украине политическое будущее? Это главный вопрос. А не есть ли оно у Арестовича? Хорошо, потому что это КГБшник сраный. То есть вам такое говно там не нысли. Так что... Так что как бы да. Я так понимаю, по маргиналу и Света в КГБшник, да? Ну вот, собственно, больше добавить нечего. Номанно. Хорошо. Смотрим. Дальше. Маргинал про свободу слова. Половыми. Как всем известно, в Америке... О, это сегодня было. Вот. Я вот на это зашел сегодня. Я думаю, сегодня просыпаюсь, а сегодня поздно проснулся. Душуя с вами, а губами в Америке. Присыпаюсь, смотрю на маргинал стрим. Думаю, что такое? Типа, как маргинал стримит в день, оказывается. Просто. Это была мелодия Киш в заставке с медведем. Без понятия. Меня, что больше всего бесит в маргинале, это не за украинство, но это понятная позиция. Вот эта склонность конспирологии, везде видеть агентов Кремля, и не только Кремля. Почему это у него очень давная тема, просто она еще усиливается в последнее время. Я не замечал за ним такое раньше, но на всех вешать ярлык агент Кремля, это странно, особенно какого-нибудь Светова, который явно им не является. Ну и Арестович, я думаю, тоже. Как всем известно, в Америке нет запрета законодательного нацистских символов. Ой, я это прям слушал. И вот таких вот идей. И в этом отношении в России часто говорят, что вот, смотрите, у них даже это не запрещено. То есть если не запрещено, значит, они это поддерживают. Хотя США не приняло такую резолюцию, и все европейские страны приняли, и Америка отказалась, как раз таки потому, что она нарушала Конституцию. Пункт про свободу слова были изъявления. Так вот, казалось бы, вот в Европе везде запретили, я сейчас нахожусь в Польше, здесь, естественно, запрещено. Вот в Америке не запретили. Ну, казалось бы, должна быть какая-то качественная разница по распространенности этих идей. Но на самом деле именно свобода слова в Америке, она привела к тому, что вот эти вот все идеи, они стали выглядеть, как комичные идеи. А в России и в Европе они не комично выглядят, да? То есть, когда мы смотрим на всяких русских националистов и прочее, как бы это в целом не комично выглядит обычно. Не по-детскому. То есть, это у любого нормального человека со взрослой оптикой это будет выглядеть, как какая-то кринжовая косплея игра. Нет, он постоянно везде видел какие-то псиопы, скрытые планы, хитрые планы, чьи-то длинные руки и так далее. Просто раньше он не так рьяно это высказывал. Жизнь Егора Погрома это магнус опом русского национализма. Ну да, жил грешно и помер смешно. Самое обидное, что Егор Погрома испортил мне день рождения. Меня люди не поздравляли, а писали мне, что ты видел новости. Сегодня у меня одна новость. Мне стукнуло 33. Маргинальные идеи не прожились в Америке. Да. Или 34. Сначала нацизм, потом коммунизм, соответственно, стал таким вот клеймом для человека. То есть вот это примерно как сейчас стали появляться специальные сервисы, которые отмечают некое предприятие как black-owned бизнес, чтобы люди здравомыслящие, которые поддерживают BLM, ходили именно в эти предприятия, в эти кафе, в эти магазины. И, ну, надо ли уточнять, что это не очень сработало, мягко говоря. Это, если честно, сработало очень и очень плохо. Эта инициатива была очень быстро сокрыта. Так вот, впоследствии выяснилось, что клеймо woke, ну, это ультралевое, и сейчас так называется, то есть то, что пару лет назад называлось SJW, то есть леволиберал, то есть такой экзальтированный, радикализованный, значит, леволиберал. Это клеймо, оно, в принципе, сейчас имеет такой же вес, как и клеймо far right, то есть крайне правый, ну, крайне правыми обычно называют там нацисты. Не знаю, в гугле до сих пор на карте пишут, что бизнес принадлежит женщине. Традиционалистская рабочая партия Америки, то есть, ну, в общем, разные неонацистские организации, Кукупс Клан. И теперь, если какую-то компанию, значит, средства массовой информации заклеймят как Woke, то это будет примерно, как если ее заклеймят как Racist. То есть, казалось бы, пять лет назад, в принципе, для какого-нибудь Дисней не было бы ничего хуже, чем оказаться расистами, но вот сейчас начинается, значит, обратная тяга. И это абсолютно закономерно. Казаться расистами, вернуться к своим истокам, так сказать, к основе, к базе. Наивещи просто дают идиотам высказаться. И, в принципе, всем становится понятно, на самом деле, какие там позиции, насколько они полезны, насколько интересно и кино снимают, какое кино снимали наши лучшие режиссеры, как писал Нестеренко. То есть, вот, всем все становится бархатная тяга. А чё это за флаг такой какой-то? Ясно, просто лет пять подождать и всё. С нацистами так было, когда в пяти... Справа снизу кубанский флаг. В 50-х годах было ралли Кукукс-клана в центре... А что он тут делает? Н.В.С. причём. Кукукс-клан прошёлся с митингом, с призывами убивать определённые группы населения. Тут тоже какой-то... Слава овече. А это символ чего? Это муха? Реально муха. Типа слетелись на говно или что это обозначает? Вообще, какая там... Кто эти люди? Дело дошло до Верховного... Сколько всё заказано до конца? ...суда, Верховный суд постановил, что в этих призывах нет правдоподобной угрозы. И эти призывы защищаются первой поправкой, поправкой о свободе слова. И да, ходить по площади и призывать убивать категории людей по расовому признаку в принципе по Конституции США не возбраняется. Почему? Потому что на ралли Кукукс-клана этих людей скорее всего нет. Поэтому это не прямой призыв. То есть, если бы они там были, это мог бы быть прямой призыв. Значит, и да, дали возможность людям высказаться. И Кукукс-клан высказался исторически, и неонацисты высказались. И что-то как незаметно, чтобы у Дэвида Дюка было до хрена последователей. Он сейчас, кстати, за Путина. И опять-таки, это тоже у всех на виду. Тоже все могут посмотреть и увидеть, послушать. Командоиды, кстати, украинцев ненавидят больше всех остальных русских. Список человека. Флаг Кубани? Да, 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 даже с учетом того, что эта полоса прям большая, то есть, больше остальных, это прям герб за ним, видимо. Но он его не поставил. Ну, потому как идут полосы, что вот эта вот широкая, а... и так далее. А если бы запрещали, то это все было бы благополучно спрятано, просто потому, что человека и раскритиковать нельзя было бы его не цитируя, правильно? Значит, и сам он не смог бы свою шизу высказывать нигде. и... Фак Кубани, человек на Кубани находится? На Губани. Было бы совсем печально. Скорее всего. Свобода слова работает как раз. Свобода слова, она отлично работает против радикалов, кстати, они поддерживают их. А не свобода слова, наоборот. Ну да. У него трансферия имени украинская только. Понятное дело, что в целом быть радикалом это значит максимально не как бы быть непопулярным. То есть невозможно с радикальными идеями сейчас прийти к власти. Надо приходить с максимально такими аморфными общими центристскими понятиями. Если вы хотите как-то радикально что-то изменить, можно просто про это не говорить, как-то окольно все это делать. Зачем обязательно напрямую высказывать свои желания? Так, о! Топ хата с маргиналом. заказано 10 минут всего. Если хотите продлевайте. Видео 16 минут. Топ хата с маргиналом Ежи Сарматом и Егором Погромом. Лучшие моменты. Ты помнишь как все начиналось. Добрый вечер дамы и господа. В эфире ваше любимое шоу Царь Ежи и его ведущий я Ежи Сармат. Кроме того, сегодня со мной Егор Погром. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте. Стас Ай как просто, который я вам собственно обещал. Здравствуйте, Стас. Я не тупой. Да. Плюс у нас еще две... Паук там будет в 10 минутки. Надеюсь. Главное, что есть. И Голковский. Кто угадает там мои донаты? Женщины сзади. Одна из них жена Стаса, другая из них хандуша. Да, другая хандуша. Стас, я давно с вами хотел выпить. У нас собственно, видите, пожалуйста, любимый сидр Стаса. Это дешевый, дешманский, фиговый сидр. Пьют какую-то дрянь. И каждый раз, когда вы, соответственно, будете присылать 4 тысячи рублей, мы со Стасом будем выпивать, а Ежи будет сидеть и смотреть. Гладить ежика, я бы. Да, а Ежи будет. Гладить ежика. Я Стас. Юзер-абьюзер, 295 рублей. О, Марго в Москве. Разгладите, насадите этого. Дурчмона, православный кукан. За речи о православных. Русский филот, а Ежи. Я господин Эс. Я как супермен. На нашей планете. Ого, какой у вас паук. Ждем в дейтинг-приложениях обновления о локации. У нас тоже господин М, у него просто это по-другому расшифровались. На нашей планете это ЭС, блядь. Ёбня. Ёбня. Опачки. Сармад, айфоном. Не-не-не, я по религиозным соображениям. Почему Сармад не пил? 300 рублей. Ежи, я считаю, что ваша миссия отвезти Толю в СПБ в баньку к Юре, дабы они хорошенько помирились в парилочке. Я сегодня Маркеналу передал пакет с подарками от депутата Власова. Вот оно, просто проникновение в это все ЛДПР. Это охуенный способ Ежи сделать так, чтобы русско-алкогольные государства. Рабблизианский кинул тебя в ЧС. Вот я рекомендую. То есть, просто заебись. Максим Вейсгейм 295 рублей. Маргинал, чем пахнет от погрома? Ладно, черт не туда играл. А Ежи. Чем пахнет? Нюхай погром. Нюхай. Нюхай. Он понюхал. Нюхай. Рабблизианский громпо. Значит так. Это Рабблизианский громпо. Это же этот самый Рабблизиан. Которого уже нету. Который ушел. Ты будешь погрома и мы тебя отпускаем. Вот опять я породил множество охуенных мемов. Да, Трел Блэзи. А Ежи. Значит, Кукан. Видите, просто креатура маргинальская. Нижний русский интернет без маргинала был бы невозможен. Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Где в России можно купить косоворотки? Ну, потом они расскажут, в том числе и Ежи, про то, где можно купить косоворотки. Косоворотки. Это секта какая-то. Да пиздец вообще. Были же нормальные времена. Типа нормальные же горели, здесь горим. Типа все окей было. Русское кринжовое государство. Мать мимо! Мама и не мать. Мать мимо. Мама! мема! Я не одобрял! в чей стас оказавшись перед маргиналом, что вы ему скажете? До конца вы хотите досмотреть с ваш тим? Стас, я скажу, я хочу сказать этому ебаному маргиналу, блядь, был бы ты человек. век! Кстати, если кто помнит, то Стас буквально сегодня или вчера повторял, что он готов прийти к нам на стрим за 50 тысяч рублей. Я не про Стас. Я просто хотел бы сказать, что я так подумал, наверное, мы действительно шутки ради 50 тысяч рублей Стасу выплатим и посмотрим, что он дальше будет делать. Мы видим, придется идти. Если не закажут, ну окей, хорошо. Если хотите прорвать это, то заказывайте. через 10 заказано 10 минут, досмотрим до конца, ладно, так уж и быть, ради памяти. Памяти того, что было раньше. Потому что 50 тысяч рублей не такие большие деньги, как бы за унижение коммуниста. Василом чё бы и нет. Он часть свиты, блядь, оберчмок у Калдинала. Опачки. Честы на меня натравлили в свою пажа? Да! Тварь! Два! Давай, давай, допивать, а потом сейчас дойдём к следующему. Мы ёбнем, и надо ёбнем. И надо будет ёбнуть. Ну, ну, давай. Масолита. Давай, не тупи, чувак, ты читаешь донаты милее, чем... У него у тебя минимальный донат был 295 рублей? Блядь, ёб твою мать. Нет, я там не засветился, я ещё, по-моему, когда... Я, по-моему, это в онлайне не смотрел, даже. Но я, спаили татарина, как бы. Сейчас возьмём Казань, как бы. Он пьяный валяется. Это я с виду. Ну, тебе тогда ещё в чатах особо не писал. Я, в целом, не так часто что-то пишу. Жирный, так-то во мне 60 килограмм всего. Да, как-то. За татар-азиатов типа Собянина, которые делают нашу... Вот Чмукин смехается над Тасяном, а вот сейчас в Тасяной передаче есть ребёнок, а Марго вернулся к родителям к фактирам. Ну, в целом, без иронии, в целом, без иронии, я считаю, что Стас, как просто много чего добился и с точки зрения медийности и аудитории он стал успешнее всех этих людей, которые над ним смеются. Это не значит, что я поддерживаю коммунистов, вот, но, тем не менее, факт остаётся фактом. Стас, самая, как бы, обладает самая большая аудитория из них всех и в целом какую-то уже не только околонизовую интернет-карьеру сделал. Столицу Калифорнии операции. Охуенчик. 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 Самый лучший Москва при Собянине стал. Кстати, к слову, при Собянине Москва действительно стала лучше. Я просто должен сказать, что на самом деле маргинал, он, короче, остановился, ну, как бы, из-за дешевестной гостиницы в новом Москве, то есть он просто, как бы, вышел с аэропорта, нашёл таксист, он говорит, ну, я вот, слышал, Москва, как бы, стала новая при Собянине. Вези мне эту новую Москву посмотреть, и всё, как в новую Москву привезли, там, далеко за МКАДом, он, то есть, выходит такой, смотрит, ну, там, какой-то хлев, какие-то коровы ходят, куры, там, значит, блядь, блядь, Ну, это маргинал сейчас свои впечатления рассказывает. Егор, зачем ты мне пиздил, что там, какая-то урбанистика, здесь корова говном ссёд, как бы, на навоз. Хорошая работа, товарищ Погромов. Спасибо. Здание уже окружено, оппозиционеры не смогут выбраться, я считаю это победой. Вы можете больше не скрывать свою идентичность, теперь мы можем перейти к той части, когда посадим их в самолёт и попробуем его запустить. Добивай её. Её, блядь. Вот такая хуйня, малято. Просто нажираются, смотрите-ка. Эх, хорошее всё-таки было время. Хотя, вот этот гон на Собянина, я не понимаю. Мальгинал уже глухой, как бы. Вот что значит весит 60 килограмм. А чё они пьют какое-то говно? Разрывной сидр? Сиська пива? Ну вот да, я и говорю, типа, сиська пива, сейчас киш запустят и будут Ведьмака играть. Всё, всё как я говорил. Сусушился охуительно, блин. Теперь мне не стыдно. Ну, выпьем же за, как бы, коммунистов, гомосексуалистов. Выпьем за любовь. Как блестят твои глаза, Ира. Как ты Ирочка? Ха-ха-ха. Пьяная русская быдла. Ха-ха-ха. Ешь. По граммам, кстати, Ведьмак 3 нравился. Ну, всё понятно. Ой, какой хороший стоп-кадр. Разврат, да? Ира, покажи стопы, человек из прошлого, пишет. Нормально тебя пригласили, да? Займейся, охуенно. Ты сидел вместе с... То есть, Ира, почему вы не пьёте? Ира, ну, почему вы не пьёте? Вам не нравится наша компания, Ира? Может, это кончение стрима, Егор? Не он, а она, как бы, давайте не это самое. Мы сломаем тебе жизнь, блядь. Короче, маргинал написал, Меня же не пьёт, потому что его ещё таксовать ночью. Я вообще на самом деле стример, а машину вожу для удовольствия. Так-то я и коммунистов попускаю, а такси это такое-такое для души. Кто мог быть мэром Москвы при погроме? Не знаю, не знаю, кто там мог быть мэром Москвы, но Москва становится лучше. Сейчас, причём напился уже почти в говно. То есть, ещё пара ёмни... В итоге, Марго и погром бухие отрубились, а всех баб трахнул сармат. Он уже постоянно будет уже как... Все донаты забрал сармат. Он заснёт. Вот республиканский чуни просит потрогать Ежа, значит, за пузико на удачу. Вот я потрогал. Подписывайтесь на боярский чат царь.чарс и как бы присылайте свои запросы, кого ещё, за что я должен потрогать. Вот... Смотрите, какие несчастливые. Смотрите, какие недовольные. Как им хорошо. И реально были хорошие времена. Все просто кайфовали вместе. Вы понимаете, вы понимаете, и этого всего вас, возможно, лишил Иванов. Вот не было бы Иванова, возможно, всё бы осталось хорошо. Только один человек всё разрушил. Просто его сбросили на это. Бронзовый век русской культуры. Вот это опять азиатская хитрость. Когда сам прислал донат, как бы, потрогай за пузико, а потом там, значит, это не пузико. Куда квадром Диана Страндера ломает таблицу. Продолжайте. Вон, чуть читайте. С толком, да, чё, блядь. У нас здесь, вот видите, как вот интересно, то есть, бегает туда, сюда пьяный, значит, Стаса, как просто. Я же слишком пассивен. Не выстрел ничего адекватного за стрим. Да все там. Иванов сделал маргинала проукраинским, но возможно туда развернул его, так сказать, его взгляды. Какой криншадовый, тогда смотреть невозможно было. Просите, молочко, вот еду. А это нарезка, то есть, когда стрим, это еще с такими нелепыми паузами. Видать, а какой кефир любит сарматься, спрашивает ваш кумирная рука? Почему? Сейчас еще будет. Фердинанд, прошай, Егор, а может все-таки прикол ради Демушкина с ним пригласить, пригласить? Ну, это по-вашему кто? Здравствуйте, господин Демушкин. Нет, не ты, Сейчас я объясню, как, блин, про ножевой бой, блин. Выпивай, это самое, начинаем вино разливать, он еще двоем. Ой, ой, после Сидора вино. ой, это будет плохо, это прям. Еще два бокова вино в меню. ёпта, давай, давай. Там нормально денег заслали, если 4 тысячи активация. Алкаш, приехал в Россию, становись алкашней, допивай ее. Ёбнем Сидора, ёбнем Кваса, ёбнем Чарку Беленькой, чтобы от нас ты не съебался, ёбнем, блядь, ёбнем по Америке. Я хочу. Я же слишком пассивен, не высыл, ничего адекватного застыри. Да. Ежа, вы действительно какой-то... Ну что ты там... Я не грустный, я трезвый. Ежа, в присутствии Стаса вы становитесь действительно каким-то пассивом. Лагман ел не вкусно. Теперь у меня не будет совмест. Повышать градус это не так опасно, чем понеджать градус. Ну тут именно, то есть, Сидор, он очень кислый, и вино, оно очень кислое, и там шанс как бы проблеваться, и что тебе будет фигово, тошнить, очень высокий. Лучше такого не мешать. Если вы стримы со Стасом, он... Почему? Вы пассив... 6 килограмм оригинала пьет столько же, сколько и Егор. Вы пассив... Ну, на самом деле, там еще зависит, что ел, понятно дело. Если ты очень плотно перекусил, то будет нормально. Вы пассив... Он это нацист, это пассив... Я Стас, и я не тупой. Ну я, я честно скажу, что Стас... О, Гуннер. Пидорас, он за 50 тысяч рублей готов, типа, прийти ко мне на стрим вот сюда, вот вместо, значит, вместо... Трехцветный код. Возможно, уже задавали этот вопрос, но все же, Марго, я же как вам, Москва. Я, на самом деле, чем больше об этом думаю, тем больше я думаю, что это было бы смешно. Смотри. Вебка, вебка частично зависла. Да, то есть, как бы, вот как бы, то есть, половина, как бы, две трети вебки показывают нормальные, а треть не показывает, треть зависла. Не, а посредине тоже хуйня какая-то. Так. Так. Вот что хрин, что ли? смотри, Стас, я говорю про тебя хуйню, а я же сидел рядом и улыбался. Вот так вот. Денег мы ему не дадим. пиздец. О, Маргиналу уже иду вина в говно. Ну, вино может добить. Это, сука, от нас не денешься. Бабы съебались. Никуда. Правильно сделали. Ты от русских не денешься. Я, я... Ты попал в паутину русской. Я рабочий, новый фарм... ты от русских не денешься. я, блядь, Стас, я как просто... Делся, смотрите-ка, в итоге. Блин, как так грустно смотреть, понимая, что сейчас происходит. Что с Егором произошло, что с маргиналом. Ай, я сейчас все это осознал, прочувствовал. Какой кошмар. Никуда ты от русских не денешься. Бедет. 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 Не будет твоей Америки. Калифорнии твоей не будет. Орегона твоего не будет. А Ирка будет. Маргинал, ты ебанулся, блядь. Никуда ты не денешься. Черт несет, хуя говорит, блядь, епта. Короче, озвучу чаяние плебс-чата. Пускай Ирка поцелуется Стасом. Подожди, секунду. Ирка в кавычках это вот. А Стас в кавычках это вот. Ну, давай. О. Эбитесь, эбитесь. Ну, наконец-то, наконец-таки. Эбитесь, 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 я ему ежу сорвал. Эбитесь, эбитесь, ну, эбитесь, блядь, ну, люди просят, эбитесь, где Ленин Гжевелевский, эбитесь. Это очень плохо было. Это было очень плохо. Это было, не знаю, как что плохо. Это прям, падешь-падежей какой-то. Во-первых, я чувствую, что им неловко всем. Я чувствую, что маргинал в говно. Прям вот кринжометр, он прям вот стрелочка ударяется, не хватает. Как там было в этом самом в Чернобыле. Типа, просто вот этот вот дозиметр, нету такой шкалы. Да, они пьяные же, им нормально, но да. Я тоже не люблю поэтому пересматривать свои стримы, когда я пьяный. И вспоминать об этом не люблю. В итоге они поебались. Ну, наверное, в итоге, да. Вопрос, с кем? Эбетис. 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 А ведь я же не пьяный Да, ему тяжелее всего То есть Плюс того, когда ты Немного выпил У тебя и время идет быстрее Ощущение от времени быстрее Хочется, армата не нравится А зелтка сама на него лезет Представляете, вот в этом пространстве Находиться, так сказать Home Video, да Находиться в трезом состоянии Осознавать все, что происходит Коммунизм победил в очередной раз Да, просто как бы По полной разгром Сраному маргиналу, блядь Да, давай, читай Чего ебаная Я так понимаю, что это в целом Как у меня с этим самым СБПшником Ты все, ты сливаешься Ты сливаешься, ты слился Я же 40 лет, у него двое детей сидит Двумя бухими русскими националистами И ему очень плохо Женщина, иди отсюда Есть сосисочная вечеринка Как бы Сосисочная, хорошо Выгоняет женщину А то вот Я особенно хочу, чтобы сейчас Как бы заходили два вчера Сосисочная Смотрите этот стрим Вот такая, блядь Сосисочная, вечеринка Я не буду говорить Нормальный размер Нормальный размер Сосиски Да Правда Ну правда, Марго Ну правда, Марго Маргинал, допивай и переходим на вискарь Ой Сидр Вино Вискарь Это прям бинго Шлите на Вискарь 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 Думаю Это О, узбекском члене Котик пришел Кися Котик пришел Аристократия Аристократия Говна Марго Светов Требует твоих контактов Передай их через Офиг Знакомых А мы ждем тебя На студии СВТВ Смотрите Какая кися Рыжая Красивая Марго Светов Увидев 4,5 тысячи Онлайн Требует 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 У Светова есть Мой телеграмм Мой скайп Вконтакте Сам пиши, сучка Понял Я зачитаю Сигизмон Я все зачитаю А потом водкой шлифануть Ну и все И завтра в школу не пойдем Как говорится Тогда уже поцелуй Марго и Иришки Да давайте уже Целуйтесь Самое время Ну и сам Она в мобильник перестанет тупить Давай Ну поцелуй Как молоды мы были Как молоды мы были Интеллектуальный русский националист Теперь ты умрешь от спида Феминизм это пиздец На самом деле Ух какой-то Блядь Ну касательно того Потому что когда там какая-то куда-то сядет Я вам сразу скажу Давайте Стас Женщинами не интересуется Да Потому что Потому что у него есть жена И ребенок И Соловьев Зачем ему женщина Действительно Мужчины Мужчины которые интересуются женщинами Они не снимаются В плавках Блядь С сыпью Выставив свою как бы Попку Это как бы Мужчины которые интересуются Другими мужчинами Секунду Поэтому давайте вот без этого Вот Гетеросексуального угнетения Мне как-то надо покинуть пространство На какое-то время Егор Взадите секундочку Что Блядь Пошел Блядь Не извиняюсь Сейчас Секунду Стасу надо Я прошу прощения Правильно Я извиняюсь Папе надо Поплечиться Жена Погрома вышла замуж Через полгода После его смерти Или меньшего Чувода Это быстро Как там было Ол коинов Типа Тела Там Кого-то еще Не остыло остановите 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 становитесь венгерпати с другими бьется маякать дживара реже передайте пожалуйста доната маргинал он вышел я готов сзади посидеть я не против звездный час просто для девочки хотели чтобы вас запомнили так же как ее давайте пить с вами это виски разбавленные не сильно крепкая хуйня господа шлите на ебнем за то чтобы я значит пил с ирой пока там маргинал сидит сзади смотрит ой похуй я на тонкому льду но она потом на храбровье верхом ездила вы хотели бы что вас также запомнили как виски вообще чем-то мешать а не пить чистым это такое себе вообще как бы типичная для меня ситуация а бля тут все показывает я должен заметить если приехал в москву к любимой женщине то ты не должен лапать меня спорное заявление как бы женщина немножечко ливее не взаимоисключающие да господи на вот еще донатик где тут когда на какая-то насадят уже устал ждать госпожа любимая женщина маргинал ежесарман и вот это чмо которая два часа повторяет что он стас еще что-то пиздела на передержанные шутки это она тоже трезвая дипа донат я всячески одобряю ай-ай пошел этот момент паук паук ой давай давай убегай три-два и женщина хуже гитлера есть такое нормально так не на самом деле маргинал молодец что он действительно к своей любимой женщины пиуха из блядь ебучего орегона то есть у меня просто вот тысяча очков респекта маргиналу за то что он взял что называется не засал скажешь ну-ка просто доза мужской солидарности от погрома пошло типа папа попробовал правда тоже не трезво это не убедительно спорта смотрится попробовал как бы переубедить хорошо чтобы врата раздвинулись в москву блять прилечу и это на самом деле вот для меня то есть это поступок просто не понимаешь дело в том что я ноу-лайфер как бы давайте mountain view чтобы разбавлять оторвать от себя как бы денег чтобы приехать просто невозможно а то есть маргинал пытается оправдываться нет 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 я я как бы я циничное говно как бы нет ну ладно я не знаком ежи и ежи и сармат ежи и сармат нет слава кпсс это его получается не знаю крестный сын наверное что происходит до какой уровень интеллектуального вообще контента я видела эротичный сон с пауком уже два раза и этот стрим разбивает мое сердце но вот этот тот панат который должна быть марго ты сколько еще будешь россии духу его знает для остаться то есть пока тебя значит ира не разлюбит навсегда бедный бедный разбили сердце значит навсегда ты будешь в россии хорошо тогда мы тебя затащим на следующую думу боярскую потому что первая дума у нас была в сигарном клубе мэйсон стол так вот это я вот не знаю что сказать это ира должна зачитать и ответить как бы это вопрос по моей части хорошо не будем зачитывать накидывает и накидывает я как бы не настаиваю ну что господа у нас ровно 24 часа спасибо нет помните что лучше быть русским чем быть не русским потому что не русский сука ты все равно рано или поздно я стал калифорния перейдешь сука парикона потом из орегона ты неизбежно режем москву очень и на этой думе был бы василенте я не был на этой думе я еще тогда вообще никого не смотрел я на одну только выбрался помните большие не было по русские люди но мне не очень это все понравилось те люди чьи предсказания сбываются слава россии термо тоже такси ищет так ну посмотрели честно говоря контент забористый это было во время к вида она проходила там стебла и не помню там сигарная была тоже это же самое или нет короче что-то рядом да с повелецким вокзалом там где-то рядом заведение находилось вот там было тоскливо там был этот самый завод то с кем ира потом встречалась кто у нас лингвист другой кто напомнит мне как его зовут вот микитка да микитка да ну ну вот с бородой вот и там был юниман еще вот я туда за его но не скажешь что мне понравилось и и да что еще поэтому рассказать в общем контент хороший забористый кринж до сих пор как бы проявляется даже сейчас смотреть больно ну вот физически больно смотреть физически больно физически неприятно но счастливые времена а вы там зиговали один один раз зигану ну типа принк счастливые времена были счастливые добрые времена тогда казалось все это просто это интернет деятельность какая вот это вот шу-шу-шу ха-ха-ха такого трахал прочее вот а куда все укатилось куда мы иди мы сейчас находимся задуматься кто-то уже кто-то уже в могиле а кто-то топит за украинский национализм как как будто бы наши не невинность куда-то ушла это еще что я не не стерва в качалке видео ого не стерва вовремя отпочковался шушь господа кажется все